Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном оригинальном способе, как защитить растения от засухи. Наиболее традиционным способом защиты растений от засухи является прямой полив, когда мы берем воду и поливаем. Современным способом защиты от засухи является полив слабыми растворами уксусной кислоты. Учеными доказано, что таким образом растения могут легко пережидать длительные периоды отсутствия влаги, без стресса, без потери урожая, без каких-то негативных эффектов. Однако же есть один оригинальный способ, который называется обратный полив. Для того, чтобы организовать обратный полив на вашем участке, вам понадобится черная пленка и вот такие металлические шпильки. Принцип обратного полива очень хорошо работает в случае молодого сада. Молодые саженцы, будучи очень нагруженными урожаем, зачастую очень сильно страдают от засухи, не давая впоследствии хорошей поросли, которая обеспечит урожай на будущий год и сбрасывая завязи. В этом году в Беларуси июнь месяц характеризовался весьма засушливым и начало июля тоже. Вот ко второй половине июля уже начались осадки, однако даже их в некоторых регионах недостаточно. Особенно там, как и здесь на этом участке, довольно легкая супещаная почва и влага очень легко уходит в землю. Именно здесь реализация вот этого способа обратного полива является очень и очень полезной. Кроме того, реализация способа обратного полива является весьма полезной, если вы выращиваете огурцы, например, томаты, но не имеете возможности регулярно их поливать. Также этот способ можно использовать буквально под все растения. Для смородины, которая очень влаголюбивая, для хосты, которая также является влаголюбивым растением, ну и для других растений. Принцип обратного полива состоит в том, что вы устилаете почву под вашим растением черной пленкой и закрепляете ее, пришпиливаете ее вот такими вот шпилечками. В этом случае влага в течение дня испаряется под этой черной пленкой, разогревается и накапливается в почве в виде водяного пара. К вечеру температура падает, и влага конденсируется на поверхности пленки. Скапывая каплями с поверхности пленки, она попадает в почву, увлажняя корнеобитаемый слой. Во-первых, влага подтягивается из глубоких слоев почвы, потому что поверхность почвы сильно разогревается под пленкой. А во-вторых, она конденсируется и возвращается в верхние слои почвы в виде капель непосредственно к корням. Это также хорошо соответствует принципам полива, когда основное влагопоглощение должно происходить в течение вечернего и ночного периода. Ткани растения насыщаются влагой и впоследствии в течение дня могут ее легко отдавать, обеспечивая как поток сюда питательных веществ в листья и в плоды, так и испарение влаги с целью охлаждения растения. А к вечеру опять это влагой насыщается корневая система. Что ж, давайте посмотрим, как это легко сделать. В качестве черной пленки вы можете взять обыкновенный мусорный пакет. Часто автомобилисты используют такие пакеты для хранения своих шин. Вы можете взять даже порванный, который был в употреблении. Это не проблема. Укладывайте, вам понадобится два таких пакета. Можете разрезать их пополам для экономии, а можете и не разрезать. Укладывайте его равномерно на землю под вашим деревом и потом просто обыкновенным способом пришпиливаете этот пакет к земле, для того, чтобы он не уносился ветром. Процесс очень простой. Займет у вас не больше 5-7 минут для того, чтобы организовать такой обратный полив возле одного небольшого саженца. Ну вот в моем случае это яблоня. Процесс нетрудоемкий и очень-очень эффективный. Поэтому я вам рекомендую его использовать в каждом случае, когда ожидаются засушливые периоды, либо засуха уже к вам пришла. Потому что на самом деле внутри почвы влага может еще сохраняться. И этим способом вы защитите свои растения от засухи. То, что пройдет дождик, скопится здесь влага на пакете и не попадет как бы в почву и защитит ваше растение от этой влаги, вернее не допустит эту влагу корням, вы этого, пожалуйста, не бойтесь. Не надо убирать эту систему в случае, если пойдет дождь. Почему? Потому что на самом деле влаги вокруг выпадет гораздо больше. Она движется в почве как горизонтально, так и вертикально. И дождевая влага в любом случае попадет к вашим корням и пополнит запасы влаги в почве здесь, под этой пленкой. Кроме того, под пленкой создадутся весьма благоприятные условия для жизнедеятельности всевозможных почвенных организмов. В том числе таких помощников наших, как дождевые черви. Поэтому используйте этот способ, он простой, эффективный и надежный способ обратного полива. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья, легкого садоводства и процветания. Всего хорошего!